Новые изменения в социальной сфере. Программа «Земский доктор» будет продлена на 2017 год, а с 1 января 2018 года планируется перейти на единый порядок индексации социальных выплат. Сохранение заработной платы работников образовательной сферы на уровне определенным главой государства потребовало основательного анализа бюджетных расходов Ненинского округа. В бюджет региона на 2016 год внесли изменения. Так, доходы сокращены на 1 миллиард 950 миллионов рублей. Здравствуйте! С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Правительство России примет ряд решений в социальной сфере. Так, с 1 января 2018 года планируется перейти на единый порядок индексации социальных выплат. Кроме того, правительство продлевает на 2017 год программу «Земский доктор». Об этом заявил сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев. Что касается социальных выплат, то они будут повышаться один раз в год с 1 февраля, исходя из коэффициента индексации, который правительство определяет по фактическому индексу потребительских цен за предыдущий год. По словам Дмитрия Медведева, необходимые средства на эти индексации в 2018-2018 годы уже заложены в бюджете. А в 2017 году, как уже было решено ранее, социальные выплаты также будут проиндексированы на размер инфляции 2016 года. Говоря о продлении программы «Земский доктор», глава правительства напомнил, что она работает с 2012 года. Напомню, что квалифицированные специалисты, принимающие решение работать на селе, получают единовременную выплату в размере 1 миллион рублей. На эти цели в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год предусмотрено более 3 миллиардов рублей. Сохранение заработной платы работников образовательной сферы на уровне определенным главой государства остается одним из главных приоритетов окружных властей. Выполнение этой задачи в новых экономических условиях потребовало основательного анализа бюджетных расходов и пересмотра возможности оказания дополнительных мер поддержки образовательной сферы с учетом принципов адресности и нуждаемости. Приоритеты экономической политики региона необходимо определить во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и в сфере образования. Помогать тем, кто реально не может справиться без поддержки. Принцип нуждаемости ложится сегодня в основу принимаемых решений. В этой связи целый ряд дополнительных мер поддержки подлежит перезагрузке. Сегодня такими мерами социальной поддержки, как право на бесплатное питание учеников школ, подарки первоклассникам, выплата компенсации родителям, чьи дети не получили места в дошкольном учреждении, бесплатные дополнительные образования могут воспользоваться все, без исключения жителей округа. Такая нагрузка для бюджета становится непосильной и требует введения критериев нуждаемости. По словам руководителя департамента образования Галины Медведевой, при сохранении всех социальных выплат, установленных во времена, когда бюджет был бездефицитным, под угрозой оказывается выплата заработной платы педагогическим работникам. Это недопустимо. Ситуация требует принятия оперативных мер. Бездействие неминуемо приведет к задержке выплат зарплат. В бюджет региона на 2016 год внесли изменения. Так, доходы в целом сокращены на 1,9 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы на 2 млрд рублей. Проект закона о внесении изменений в бюджет Неницкого округа одобрен на заседание администрации. Безвозмездные поступления за счет средств федерального бюджета увеличены на 18,8 млн рублей. Безвозмездные поступления за счет целевых средств в рамках соглашения с недропользователями включены в размере 97 млн рублей. Расходы бюджета сокращены на 2 млрд 240 млн. В том числе учтено сокращение лимитов бюджетных обязательств в сумме 943 млн рублей, проведенное в июле текущего года. Все параметры на сокращение, которые выносятся в проекте закона, у нас они сбалансированы с учетом требований бюджетного кодекса о предельном размере дефицита бюджета. Значит, сегодня дефицит у нас утвержден в размере 17,1%. В суммовом выражении дефицит сегодня у нас меньше предельного допустимого на 35 млн рублей. С учетом выносимых изменений, значит, размер дефицита будет меньше предельного на 14 млн и в процентном соотношении составит 17,6%. Проектом закона предельный размер госдолга не изменится. На 1 января 2017 года он установлен в размере 4,3 млрд рублей. Почта России становится более клиентоориентированной. В частности, в Наринмаре открыт первый участок курьерской доставки. Об этом шла речь на встрече главы региона Игоря Кошина с руководителем управления Федеральной почтовой связи по Архангельской области Григорием Бедриным и директором филиала Почты России в Нинецком округе Юрием Игнатенко. Стороны обсудили перспективы развития почтовой сети не только в центре региона, но и на селе. По словам Григория Бедрина, Почта России становится не только более клиентоориентированной, но и не получая никаких дотаций от государства, вынуждена зарабатывать средства. Шагом в этом направлении стало развитие службы курьерской доставки по всей стране. Здесь мы открыли участок курьерской доставки, который позволит нашим клиентам, организациям, частным лицам получать полный спектр услуг. Можно по телефону вызвать курьера, который примет все посылки, письма и оплатив на месте эти услуги в любой точке России и мира курьер доставит домой. Кроме того, в следующем году в Нинецком округе планируется открытие Почтобанк – нового розничного банка, созданного группой ВТБ и Почтой России. Клиентские центры Почтобанка будут располагаться в отделениях почтовой связи. Глава региона поддержал новаторские идеи и напомнил о том, что почтовая служба во многом обеспечивает жизнедеятельность на селе. Мы должны ее принимать. Идем на каком-то пути развития здесь, либо просто сохраняем то, как есть. И вот эти новые услуги, придут ли они на село, либо все-таки и пока не останутся в будущем, Почтовая сеть и почтовые услуги сохранятся на селе в полном объеме, заверил Григорий Бедрин. Это регламентировано государством. Главная задача сегодня – если не получить прибыль, то хотя бы минимизировать убытки почтового отделения в Нинецком округе. Для того, чтобы повысить доходную часть, городские и сельские почтовые отделения планируют увеличивать количество предоставляемых услуг. В ходе встречи глава региона затронул и тему оплаты труда работников почты. Ни для кого не секрет, что в отделении большая текучка кадров, в основном из-за невысокой по сравнению со средней по округу зарплаты и непростых условий труда. Григорий Бедрин отметил, что работа в этом направлении ведется. В окружном филиале Почты России сегодня работают 185 человек. Почта имеет разветвленную сеть, в том числе 25 сельских отделений, в 10 из которых трудится всего один человек. Сегодня Почта России занимается приемами и выдачей отправлений, и выдачей пенсии, социальных пособий, приемом оплаты коммунальных услуг, а также розничной торговлей товарами. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Игровая площадка или опасная зона? Родители борются за исправность качелей и чистый песок в песочницах, обслуживающие организации за сохранность имущества, чистоту и порядок. Почему некоторые площадки опасны для детей и кто должен следить за зоной детского отдыха, смотрите в материале выпуска. В рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов история каждого дома будет усложена в одном документе. Департамент строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа разработал новый порядок актуализации капитального ремонта многоквартирных домов. Департамент строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа разработал новый порядок актуализации капитального ремонта многоквартирных домов. Проект постановления был рассмотрен и принят на очередном заседании администрации округа. Как сообщили ведомстве, при разработке учитывались методические рекомендации Министерства строительства и ЖКХ России. Новым порядком уточнен перечень сведений, которые необходимо предоставлять для внесения изменений в региональную программу. Определен круг лиц, имеющих право обратиться в уполномоченный орган с целью корректировки программы. Муниципальные образования ежегодно в срок до 1 июля должны будут предоставлять актуализированную информацию по специальной форме. В нее войдут сведения, в том числе о домах, введенных в эксплуатацию, но не включенных в программу. Вся история дома будет представлена в одном документе. Это и данные об общем имуществе, годе постройки, степени износа, произведенных ремонтах, состоянии внутридомовых инженерных сетей и другое. В сборе сведений будут участвовать управляющие компании, которые, в свою очередь, передают информацию в муниципалитет. Далее вся информация будет направляться в Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа. Кроме того, в ходе актуализации программы будут исключаться дома с износом основных конструктивных элементов выше 70%, а также дома, по которым принято решение о признании их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Игровая площадка или опасная зона. Сегодня детские городки под пристальным вниманием общественности и ответственных компаний. Родители борются за исправность качелей и чистый песок в песочницах, обслуживающие организации, за сохранность имущества, чистоту и порядок. Почему некоторые площадки опасны для детей и кто должен следить за зоной детского отдыха, разбиралась Валентина Чебичек. А этот городок на улице Рыбников 6Б известен тем, что каждую весну и осень его топит, так как он располагается ниже уровня дороги. Мало того, сам городок представляет из себя довольно печальное зрелище. Повсюду не хватает деревянных дощечек, что очень травмоопасно, а также разбросаны камни и бетон с арматурой. Отремонтировать деревянные мостики, покрасить блеклый домик и привести в порядок песочницу просто некому. Эта дворовая площадка не имеет собственника. Когда-то её установила компания, которая поблизости строила дом. Затем она исчезла, а площадка осталась. Дети из ближних домов с удовольствием ходят сюда играть, но уже понимают – скоро это будет небезопасно. Я поменял вместо песка вот такой коврик. А то дети упали, а то не так больно было. А то пески может чоклы, палки, камни. Когда я с друзьями тут гулял, там доски не хватает, я всё время проваливался, потому что не хватает досок. Это очень неприятно. Оставить всё как есть, отремонтировать собственными силами или избавиться от неё насовсем – решить судьбу детской площадки способны только жители квартала. Если родители считают, что она травмоопасна и в ней нет необходимости, они могут написать коллективное письмо в администрацию города. На основании письменного обращения её демонтируют. По желанию, площадку можно передать в ведение управляющей компании. За содержание и эксплуатацию, естественно, придётся платить. Сегодня в ведении управляющих компаний находится немного детских площадок. В основном они располагаются в новых кварталах по улицам Ваучейского и Оленное. Зачастую исправность качелей и чистота на площадке вызывают много нареканий со стороны родителей. По мнению начальника отдела по благоустройству муниципального предприятия «Чистый город» Андрея Кузнецова, если бы жильцы домов платили за содержание детских площадок, претензий было бы меньше. «Хорошая практика, я могу сказать, в Архангельской области, в Вологодской области, в Коми-Республике. Вот, допустим, если какая-то детская площадка, и смотря, если она стоит на земельном участке многоквартирного дома, она как бы идёт в места общего пользования. То есть население платит за содержание этой площадки. И вопросов ни у кого там не возникает. У нас, если добавить содержание, добавить 50 копеек за квадрат, рубль, у нас сразу же начинается паник». К слову, содержание одной детской площадки в среднем обходится в 23 тысячи рублей в месяц. В эту сумму входят расходы на вывоз мусора, снега, ремонт и монтаж оборудования, освещение, зарплата рабочим. 45 площадок из всех 65, которые имеются в Наринмаре, обслуживает «Чистый город». Рейд нашей съёмочной группы показал – большинство игровых зон находятся в хорошем состоянии. Конструкции исправны, есть урны, информационные таблички, нет разбросанных стёкол и мусора. Одна из самых образцовых площадок по улице Строительная, 10. «На мой взгляд, всё хватает. Изменять, мне кажется, ничего не надо. Если что-нибудь починить только». «А что? Ну, там, вот здесь вот бортики некоторые выковырены, сломан асфальт в некоторых местах». К рекомендациям наблюдательного Павла хочется добавить только две вещи. Наполнить песочницу и сделать специальное покрытие на футбольном поле. Неоднократно оно становилось местом посещения делегации Общероссийского народного фронта. Эксперты настаивают на необходимости обеспечить футболистов нормальными условиями для спорта. Как оказалось, чистый город не против. Вся загвоздка в деньгах. «У нас были закуплены необходимые оборудования для спортивной площадки, ограждения, покрытие и так далее. Но ввиду финансовых затруднений мы сейчас покрытие не можем установить на этих площадках. Такая же ситуация у нас идёт и на Титова-5. То же самое. То есть ограждение мы сделали, ворота поставили, но покрытие, к сожалению, пока не можем. Сегодня на многие детские площадки чистого города получены сертификаты или паспорта объекта. Этот документ содержит заключение эксперта о качестве материалов, креплений и исправности конструкций, что подтверждает безопасность или небезопасность досуговой зоны. В ближайшее время такие паспорта будут сделаны для каждой из 45 площадок». Валентина Чибичик, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Сделать добро может каждый. Это доказала и студия «Мебели и клевер», которая реализовала боготворительный проект для детишек из детского дома «Добро детям». В течение 10 месяцев благодаря заказчикам этой фирмы удалось накопить на большой и вместительный шкаф для хранения лыж и лыжных ботинок. Подарок, помимо того, что приятный, ещё и необходимый. Ведь ранее даже самым маленьким воспитанникам приходилось подниматься со всем инвентарём на третий этаж. Прикоснуться к частичке добра отправилась и наша съёмочная группа. Идея подарить частичку своего добра и тепла ребятам из детского дома у сотрудников студии «Мебели и клевер» возникла ещё в ноябре прошлого года. Воспитанники нуждались в шкафе для лыж. Совместными усилиями родился благотворительный проект, где каждый клиент мебельной студии «Клевер» мог подарить ребятам частичку своего тепла посредством заказа. То есть часть средств была направлена на благое дело. Таким образом, этот шкаф – подарок не только от мебельной студии «Клевер», но и от каждого её заказчика. Шкаф стоит как раз к зиме. Сейчас мы поставим лыжи, и детям будет очень удобно, потому что спортивный зал в детском доме находится на третьем этаже. Дети у нас разного возраста, и очень неудобно с лыжами спускаться на первый этаж, покатавшись, приятная усталость, и эти лыжи надо поднять на третий этаж. К удобству добавляется и многофункциональность подарка. Шкаф состоит из пяти секций, получается. То есть мы отдельно хотели разместить, чтобы у нас в каждую секцию отдельно влезала одна лыжа, чтобы детям было удобно, когда они придут занятий, и ставить отдельно лыжи, расставлять. Ещё запланированы у нас крючки, но это после того, когда все лыжи встанут на места, мы уже запланируем места крепления, куда у нас будут крючки развешиваться. И отдельно отсек мы запланировали под ботинки для лыжа, чтобы у всего было своё место. Благотворительный проект на установке шкафа не заканчивается, и у каждого клиента этой фирмы ещё есть возможность поделиться своим добром. Мы хотим предложить, чтобы сотрудники студии «Клевер» с нашими детьми совместно разработали небольшие проекты по комнатам, и дети с ними могли сначала до конца поучаствовать в этом процессе. Например, дети разработали полочку, могли цвет выбрать, на компьютере посмотреть, как составляется цена, чтобы они могли определить, сколько это стоит. Потом сотрудники изготовят, и они могли собрать и сами уже повесить эту полочку. Студия «Мебели Клевер» работает в нашем округе с 2008 года и зарекомендовала себя как надёжная и проверенная фирма, которая производит различную корпусную мебель от кухонь, гостиных, шкафов, спальных гарнитуров и детских до офисной мебели и торгового оборудования и многого другого. Собственное производство и отсутствие высокой аренды больших торговых площадей и магазинов позволяет предприятию продавать мебель высокого качества по доступной цене. У нас есть большой, огромный выбор ассортиментов на любой вкус, цвет и кошелёк заказчика. Можно попроще материалы взять в ДСП, если заказчик располагает большими средствами, можем предложить и плёнку в МДФ, можно массив сделать. В шкафу-купе также можно сделать зеркала с витражами, пластик вставить. Работаем мы с австрийской фурнитурой «Блюм», вот как представлено у нас на кухне, то есть закрыли, она плавненько закрылась сама. Также верхние шкафы с доводчиками, либо можно подешевле материалы, если кто-то не располагает средствами. Доброжелательные и компетентные менеджеры помогут вам с выбором стиля материалов и фурнитуры, учтут любые ваши пожелания и требования при создании дизайна проекта будущей мебели, а затем изготовят по нему качественную мебель, которая создаст уют в вашем доме, придаст деловой настрой в офисе, сделает вашу жизнь ярче и насыщенней. Елена Семеновичева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Запоздалая кромка. Появление льда в акватории Нарьинмара ожидается на месяц позже обычных сроков. Специалистами гидромедцентра представлен долгосрочный прогноз сроков появления льда на водных объектах Ненецкого округа. Согласно их наблюдениям, прошедшее лето в Северном полушарии стало самым жарким на планете с 1891 года. Это сказалось на теплозапасе рек и поддержании запасов воды в норме. Появление льда в акватории Нарьинмара ожидается 5-7 ноября, интенсивное ледообразование – 12-16 ноября. В прошлом году образование ледяной корки в районе Нарьинмара было зафиксировано 13 октября. При этом по многолетним гидрометеонаблюдениям с 1961 года средний срок появления льда – 19 октября. Об этом сообщила начальник метеостанции Нарьинмара Вера Волик. По ее словам, на поздний срок ледостава в регионе в этом году повлияло жаркое лето и теплая осень, что отразилось на теплозапасе рек. С учетом прогноза погоды на ближайшие две недели раннее замерзание малых рек также маловероятно. Первое появление льда на реке Адзева ожидается 19-21 октября, на реке Сула – 25-31 октября, на малых реках Пеша, Индига, Вижес – с 30 октября по 8 ноября, на реке Колва – 22-27 октября. Ежегодно в период ледостава возрастает опасность несчастных случаев на водных объектах. В этой связи спасатели обращаются к жителям региона с напоминанием о необходимости соблюдения мер безопасности.